Всем привет! Меня зовут Глеб Скачко И сегодня я вам расскажу Стоит или не стоит брать Бушный автомобиль GLSK2 Если вам понравится видео, ставим палец вверх Не забываем подписываться Итак, начинаем Стоит или не стоит брать бушный автомобиль GLSK Это Можно сказать таки для каждого человека Индивидуально, потому что все-таки Это китайский автопром Расскажу минусы, плюсы И сколько его реально Это чудо может стоить обслуживать от минимума То есть Минимум сколько он потребляет Итак, приступаем Минусы у данного автомобиля В нем поломается все За пробег 25 тысяч километров Поломались суппорта Свистит рулевой усилитель Старахтит что-то под днищем Короче, глушитель По электрике вроде ничего Пока еще не поломалось В принципе в нем ломается все Но есть и конечно же плюсы То есть он лучше чем Таврия Он лучше Он где-то наравне как Сенс Ой, не Сенс, извиняюсь Ланос Потому что в Сенсе 1.3 он вообще не едет практически Он как Ланос То есть Ну правда Железо тоньше Ржавеет Жестко Ржавеет Плюсы Ресурсный двигатель И коробка То есть нормально Жалоб вроде как сильно не поступает Если за ней ухаживать Сколько эта машина по обслуживанию Ну от минимального обслуживания 200-300 долларов в год То есть вот сколько реально потребляет эта машина В зависимости от того как вы будете ездить От, от, я вам повторюсь От этой суммы От этой суммы В зависимости от того как вы будете ездить Давить, давить ее педаль в пол Грузить ее картошкой Чем попало Грузами конечно она будет вам брать больше Потому что все время будут вылетать у нее плохие амортизаторы Слабые пружины То есть тоже это надо все учитывать То есть в принципе машина нормальная То есть на свои деньги она более не менее хорошая Но опять таки она ломается Это китайский автомобиль Но плюс в том, что низкая стоимость запчастей То есть вот это вот выигрывает Да более не менее плавно в ходе Потому что полузависимая подвеска сзади стоит Но опять таки дороже ремонтировать Спереди Макферсон стоит Двигатель 1.5 То есть нормально тянет эту машину По салону вместительная Правда сзади тесновато конечно бывает По свету практически мало света в салоне Короче По магнитоле вообще не знаю какой китаец ее думал Там короче говоря Эрганайзер то что Ну подпрыгивают эти квадратики Типа в тон музыки Вообще вот так вот прыгает При каких-то вот у тебя Пример играют песни Holy you Там у тебя как будто Не знаю жесткие басы слушаешь То что USB усовывается Вообще не знаю кто его придумал Тоже ничего не залазит Там только новые тонкие-тонкие USB-ники Можно всунуть и все Тр Ti当然 будет что-то работать И то ее потом надо каким-то пинцетиком оттуда вынимать Потому что такая глубина Куда запихнуть на это USB не знаю стоит или не стоит брать этот автомобиль выбирать конечно вам выбор за вами я буду пытаться осветить как можно больше автомобилей в таком ракурсе плюсы и минусы и кузов кузов реально после трех лет я извиняюсь просто что забыл кузов после трех лет реально начинает гнить его обрабатывать не обрабатывай обрабатываешь гниет медленнее не обрабатываешь гниет быстрее то есть как-то такой пропорции брать или не брать этот автомобиль решать вам так что с вами был Глеб Скачко если понравилось видео ставим палец вверх не забываем подписываться на канал удачи выбирайте хорошие автомобили но если мало денег то выбирайте бюджетные плюс бюджетном автомобиле то что его дешевле обслуживать с вами был Глеб Скачко до новых встреч пока следующее видео будет еще интересно а вот какая глубина юсб вот видите реально какая там она вообще там чуть ли не в печке начинается ну как начнем вот обычный юсб ну то есть как флешка посмотрим где вот так вот она заходит оп и все и короче она уперлась ну а ну то короче не даже не достало то есть я могу поломать магнитолу на на не могу засунуть ее туда то есть тут нужны флешки еще определенного типа размера короче не влазит туда нихрена так скажу простым языком послушать тут это надо и гипертонкое это тут надо все стачивать запихнуть туда и уже как-то там услушать то есть только так по-другому я так понимаю у вас не получится такие вот короче косяки по ней